И так, значит, линейное пространство прогнозировано. И почему, значит, второе, не первое. Ну вот, линейное прогнозирование. Как это выглядело, ну, еще, скажем, 10 лет назад. Вот так, приходят ко мне заказчики и говорят, надо, значит, сделать несколько сценарий. Прогнозировать статус, сделать сценарий, прогнозировать. Что под этим подразумевалось? Что я должен расписать? Сценарий. Обычно три. Ну, как правило, стандарт был. Который условно можно назвать следующим образом. Что это пессимистичный, такой эмоционный и оптимистичный. То есть, другими словами, если все пойдет очень классно, как все будет, если все будет идти не так себе, и если совсем, так сказать, фортуна не улыбнется, все будет там плохо. Понятно, да? По сути, разговор идет об одном и том же плане реализации. Просто, либо тебе, как говорится, ветер помогает, если такое ощущение с морем проводится с полосами, как попутный ветер. Либо, наоборот, тебе все мешает, да? И ты через это подираешься, и поэтому просто уйдешь не так далеко. Понятно, да? Но, в общем-то, разговор идет об одном маршруте. Ну, в общем-то, об одном такой, как бы, линь. Понятно, что там прибавляются разные всякие хитрости, связанные с индикативным планированием, что вот эти фишки, как далеко можешь уйти, которые как-то в количественных показателях выражаются, они называются индикаторами. Те факторы, на которых мы можем повлиять, называются регуляторами, те, на которых мы можем повлиять, как они называются. Понятно, да? То есть, свои какие-то там, ну, такие, как бы, секреты есть. Но общая плойка, она все равно такая, что есть, мне кажется, линия, и сценарии просто описывают, как далеко мы можем уйти, ведя по этому времени. Теперь, как это выглядит, начало выглядеть, там, сначала 5 лет, сейчас назад, там, 7, и сейчас, чем дальше, тем больше. Ну, например, приходят ко мне и говорят, а давай ты распишешь сценарий, то есть, вроде бы, как бы идет разговор о таком-то заказе. Но не подразумеваются теперь вот эти три сценарии оптимистические, инерционные, пессимистичные. А говорится, ну, например, о предельных сценариях. Да? Есть такое понятие предельных сценарий. То есть, я описываю несколько сценарий, за которых ситуация вылететь уже не может, вряд ли, вероятность очень маленькая. И эти сценарии являются, как бы, граничными. И подразумевается, что то, что произойдет в реальности, оно будет как-то между этими границами, в виде какой-то суперпозиции, понятно, да, оно происходит. То есть, если проводить, опять же, аналогию с каким-то курсом корабля, с плавным, то этот разговор уже не идет о том, что мы плывем по какой-то линии и смотрим, как далеко заплывем. А мы можем так покрыть, так покрыть, разными маршрутами. Может быть, мы хотим в одну и ту же точку попасть, но разговор уже идет о том, что можно двигаться разными маршрутами. И поэтому нужна пространственная сетка. И здесь, в общем-то, тоже можно говорить и об индикаторах, количественных показателях, которых могут дойти, и о регуляторах, на что мы можем ли это. Все, в общем-то, разговор, как бы, о том же. Поэтому это нельзя сказать, что, скажем, индикаторный анализ он пересматривался кардинально. Но логика, она уже другая. Не линейная, а пространственная. Понятно? Так. Значит, откуда, почему, откуда это вылезло? Почему вдруг так стало? Почему ситуация изменилась? Ну, надо это как бы осознать, когда, если ты понимаешь, вот этот, как бы, контекст, в котором это происходит, многое становится, там, более, как бы, понятно. Вот, линейное прогнозирование, оно, в общем-то, доминировало раньше. В индустриальную эпоху, там, в Советской войне и так далее. Мы в Советском Союзе жили в плановом хозяйстве, в общем-то. И, в принципе, управление было директивным. То есть, подразумевается, что высший эшелон принял некое решение, пускает его вниз на нежестоящие органы и говорит, вот, мы решили двигаться так, разработать, как будем двигаться. Все, директивно обсуждается, решено, двигаемся так. Поэтому просто расписывается, вот, как быстро мы это сделаем. Вот она появляется, как бы, эта линейность. И, поэтому, линейное прогнозирование, оно очень сильно связано с директивным управлением. Они, как бы, ну, две стороны, надо молить, условно говоря так. Вот, но, уже в 60-х годах у нас появились проблемы с директивным управлением. Если раньше директивное управление, в общем-то, неплохо себя показывало, и, кстати, не только в Советском Союзе, потому что и в каплистических странах, там, основные корпорации, монополе, они, в общем-то, управлялись также директивным образом. Поэтому, в принципе, для индустриального общества, не важно, какую модель мы рассматриваем, советскую, или классическую каплистическую, все равно директивное управление оно было очень распространено в крупных субъектах. И уже к 60-м годам начали возникать проблемы. Из-за чего? Этого эпоха НТР, потому что техническая революция. И в связи с появлением очень много всяких таких сложных сложной аппаратуры, технических вещей, все процессы начали усложняться. И экономические процессы начали усложняться. С точки зрения, они приняты решения инженерная задача начали усложняться. Тогда и тому подобное. И вдруг выяснилось в какой-то момент, что вот эта команда административная системная, директивная, советская, она просто начинает не успевать. Когда сигнал сверху идет вниз, пока он доходит, оказывается, что ситуация уже поменялась, об этом идет сигнал наверх, пока он опять же туда-сюда идет, опять он доходит вниз, опять ситуация поменялась. И чисто внешне это стало смотреться так, что приходят какие-то неадекватные указания. То есть степень такой неадекватности для низа вот этих сигналов сверху, он начал становиться все более таким наглядным, очевидным. Пошли всякие анекдоты про блократического монстра, который как бы не успевает, и так далее. До этого этого не было. Даже таких анекдотов особо не было. потому что, ну, в принципе, система работала. Пока сложность не была такого высокого порядка, система работала. Как только вот эта сложность превысила определенный барьер, стало понятно, что не срабатывает вот эта как бы вещь. То есть социологи начали рассматривать как бы эти вещи, например, был такой крупный социолог Александр Зиновьев, который написал в свое время к Ивухому Советику. И он, рассуждая об этой проблеме, говорил, что вот мы изучали этот вопрос, и с нашей точки зрения от 40-х годов, когда требовалось несколько десятков центров принять решение, чтобы отправлять страну, уже через 20-30 лет, то есть к 70-м годам, нужно было где-то на 2-3 порядка больше центров принять решение, чтобы ситуация адекватно управлялась. Понятно, да? И вот, когда это стало понятным, когда это стало понятным, что нужны много центров принять решение, это стало обсуждаться. То есть как сделать так, чтобы вот не было такого запазма, чтобы центров было больше. Отсюда во многом вылезли наши рыночники, потому что подразумевалось, что в рынке много предпринимателей. В рынке такая есть фигура предпринимателей. Вообще-то их тысячи должно быть. Каждый предприниматель это центр принятия решения. Понятно, да? Вот типа будет много и все будет хорошо. Но практика вот этой нашей жизни 20-летней после реформы, она показала, что оказывается не все так просто. И даже если ты вводишь рынок как являясь предпринимателя, проблема как бы не уходит, потому что есть все равно необходимость планировать. Потому что высокотехнологичные отрасли, которые как бы есть, они завязаны, как правило, на длинные циклы. То есть это 10-летний, иногда 15-летний цикл. И если ты мыслишь только короткими отаездками времени на сиютный момент, а равно как правило на сиюминутную конъюнктуру ориентированную больше, то ты просто не думаешь. То есть если ты не осуществляешь планирование на эти 15 лет, то ты неизбежно мыслишь только конъюнктурным сиюмышным моментом. и в этом случае вот эти цепочки начинают рушаться изминутную. Понятно, да? То есть они сначала укорачиваются, у нас высокотехнологичный сектор сначала превращается в простотехнологичный, потом еще деградирует, еще деградирует. И мы это увидели, как это происходило. То есть отказ от планирования вообще, идея, ну, как бы, скажем так, неверная. Вот. А тогда возникает вопрос, хорошо, директивное планирование не тянет. Да? Тогда какое планирование должно пойти на смену? А планирование надо. Вот. И возникает вопрос, что должно быть планирование, но не директивное, какое-то другое. Сетевое планирование, о нем где-то разговоры, или еще какое-то. И вот это вот, отсюда и пошли всякие экспериментирования, в том числе со всякими форсайтными технологиями. И вот в рамках вот этого нового планирования сетевого, и оказалась востребованной другая работа с прогностикой. Не линейная, которая была завязана директивным управлением, а какая-то другая. Почему? Потому что ситуация очень быстро меняется, и мы не можем гарантировать, что мы останемся на вот этом линейном маршруте. Как правило, он плывет. Мы можем сделать снова линейное планирование, но проходит год-два, и все, все поплыло. Поэтому появляется такое выражение дорожная карта. То есть, карта, это уже маршрут. Это подразумевается, ну, как у автомобилистов по городу едет. Вот у меня есть карта. Если я вижу там, что там где-то какие-то пробки, если по-другому маршрут сложил и поехал. Я когда еду, нельзя сказать, что у меня вообще нет плана. Есть. Но он не линейный, он как бы меняется, он динамичный. Я понимаю по ходу и использую пространственную матрицу где-то вот так объехать или что взять. Вот здесь аналогичная такая ситуация появляется. Держаться линейного как бы маршрута смысла нет, но карту иметь надо, понимая, где ты как можешь пройти при достижении той цели, которую ты поставил. Понятно, да? Вот. Поэтому я думаю, что почему пространственное прогнозирование становится понятно. Я пока рассказывал, упомянул одну методику. Это используются граничные сценарии и вот этот пространственный маршрут, он вот этими границами ограничен и работает. Надо сразу сказать, что есть несколько таких методик, которые работают с пространственным прогнозированием, не только граничных сценарий. Есть методики, которые используют прогнозирование через анализ акторов, которые как бы участвуют и рассматривают разные сочетания, что если этот с этим будет союзником, если этот с этим будет союзником и так далее. И там оттуда вылезают разные сценарии. Получается некое такое поле матрицы различных возможных действий сценарий, их рассматривают. То есть идут не от граничных описанных сценариев вообще, а от интересов акторов и как бы их стремлений. Вот. Это такая метода. Есть методы, которые работают с трендами, которые есть. Она как строится? Строится карта трендов, буквально выписывается, какие тренды будут доминировать в какие годы, когда сойдут на нет, когда они могут до исечения породить какие-то другие тренды. И в итоге у нас тоже получается некая матрица различных возможных действий. И я осуществляя планирование и прогнозирование могу эту карту строить. Если у нас реализуются вот эти события, которые усилят вот эти тренды, то я таким путем пойду. А если усилятся вот такие тренды в результате таких событий или пресечений, то я отсюда перескочу сюда. То есть каждый раз я думаю какие тренды я буду эксплуатировать при движении к своей цели. и вот эта карта трендов она тоже получается пространственной. То есть это большая вариативность как я могу действовать.